День 615, наверное. Мы уже поздно ночью в Твери обратно приехали. То есть мы в Клину вышли. Руб по Подмосковью, по Аташинскому району. Мы можем еще посещение мастеря было. Ну да. В среднем 10 км в час с остановками, с передыхами, с обедами. 10 км в час это нормально. Это нормально. Покатил себе. Ну я с собой студенческий стиль, да? Степа, вы тебя возьмите нынче? Да. Ну подождите, вот костер идет. Сейчас 5 минут. Я хочу чтоб было, но я хочу чтоб было. Вон, вон, заходят домой. Только не спешите, начинайте. Да. Вон, кто ждал. Кур. Будет тесно, да. Вон, с Тверху. Вон,振р. Вон. Ребята, велосипеду можете здесь поставить. А можно с ними походить? Можно, но я думаю, если мешает, поставим. Если будут мешать, поставим. Спасибо. Они все увлекались, все помещики, оранжереями, садоводством. А у нас чем современные помещики увлекаются? Лексусом, подарок. Лансшабным дизайном. Просто тут немножко по-другому. У нас, они вот, сэш-усадьба. То есть я гуляю по усадьбе, а у нас 15 соток. Вот в этом разница между помещиками и современными. А так то же самое. Участок, все приходят к тому, что нужно украсить участок, чтобы ты мог погулять, пригласить гостей. Не знаю. Когда я стану богатым и знаменитым, я уже даже знаю, какую усадьбу я куплю. Жаль, что у нас нельзя выкупать усадьбы под восстановление. Можно. Что? Можно. Только стоит это? Ну, там самое дорогое, это вот то, что тебе приходится нанимать специалистов сертифицированных. То есть ты сам не можешь восстанавливать. Да ничего. Ну, либо ты платишь, как бы, то есть все равно деньги ты плачешь за это, за то, что к тебе приходит человек, который, типа, с документами. Да. Даже карельский дом есть. Ну вот. Все. Восстановил я Омлевича. Первый или второй? Второй. Не был в Омлевичах? Я не был вообще нигде. У меня сегодня первый выезд вообще по культурной программе в жизни один. Это за Торжком. Но мы обязательно еще туда съездим. Мне там очень нравится. Хочешь, присоединяйся. Я с удовольствием. Все зависит от погоды. Там усадьба, она до 2007 года. То есть усадьба, кого она там? Тоже в очередной раз то ли Львовых, то ли Полторацких. Да. И до 2007 года она являлась вообще детским домом. Коль, надо писать, чтобы электричку эту опять впустили. Старицкую. Да и зимой до системы съездим в Старицкий. И вот сюда. Да, там просто очень удобная электричка. А вы зимой там тоже на велосипеде или там пеший будет? На велосипеде. На велосипеде. Ну что, пойдемте? Пойдемте в текущую. Как? В обратном порядке? В любом. В этом все равно все в лесу. Я просто солнце смотрю с какой-то стороны. Можно даже прокатиться. Да. В принципе нарисовано все, даже вот эти камушки нарисованы. Вернова очень красиво тоже. Очень. Я не поеду. Я лучше пойду. Постоянно, чтобы он обрульбился. Так? Я лучше прыгаюсь. Ну понятно. У нас время есть. Времени у нас полно. Сейчас еще 11 нету. Мы еще успеем вполне ездить до водопада или еще куда-нибудь. При желании. Постоянно. Водопад, кстати, я так не разуйню. Тем более, мы его прошли. Возможно, ты увидишь его. Возможно, он еще не включился обратно. Спас страшное место. Бред. Не бред. Бред? Не бред. Бред и браки. Не бред, священник распасил. Я священнику могу доверять. Не обманывать. Папа, надо будет. Кроли священника, еще свидетели есть. В Спасе. Это коллективные. Коллективные. Нет. В Спасе есть такая церковь. Ну, фагост. И вот. Шикарная идея. Человек сидел на колоконе. Ремонтировал чукол. Вышел сам. Видит, дети бегут. Батюшкины. Батюшки и двое детей местного. Вот. С криками. Он смотрит за ними. А, нет. Не так. Он сидел, просто смотрел, отдыхал. Вот. Вдруг видит, открывается вот эта земля. Одна из могил. Угу. Оттуда нечто вышло. Погналось за детьми. Угу. Угу. Батюшкина. Вот. Вот. Он вот так вот перекрестил все эти картинки. Пропало изображение сразу же. Ну, вот и дети рассказывают, что за нами что-то погналось. Что-то страшное такое. Свидетелей много. Это мой батюшка и сам работник, строитель. Буквально на этой неделе была такая же история. Снимали кино. Вот. Руководитель массовки нам рассказывает. Снимали кино. Сериал Пороги. В этом году. Летом. На кладбище. Сцена. Значит. Несколько человек вокруг могилы. Плачут там. Убиваются. Угу. Бабушки, дедушки. Тыры-пыры. Куча народа. Оператор. Массовка. Лето. Все стоят. Могила. Начинает. Земля пучится. Бурлить. Все в шоке. Крот. Представляешь, вот эта куча земли, которую крот вырывает, выталкивает. Вырезает крот. Все в шоке. А сцена все плачут. Все начинают ржать. Срывают съемку. А сцена длинная какая-то была еще такая особенная. Еще слезу надо пустить. Много дублей. Проблематично. Представляет крот. Выпрыгивает. Слепой. Куча народу. Он начинает метаться. Бросается. Бежит через всю группу. Все разбегаются от него. Он же слепой. С когтями. Вылез только что из могилы. Заскакивает. Ну и бежит. И стоит палатка, в которой сидит режиссер и отсматривает то, что сейчас снимают. Текучку. Туда. Оттуда крики. Тоже сопли. Вот вам, пожалуйста, история про могилу. Может там вылезло нечто. Какое-нибудь. Нет, там чудище. Какое-то чудовище. Ну, медведка. Нет. Огромное что-то гналось. Медведку с колокольней не увидит. Причем и дети рассказывали. И этот обделочник тоже. Обделочник. Обделочник. После этого, да, случилось. Ну, вылезло чудище. И что в этом страшного. То есть это же какое-то природное. Это же какое-то там, ну даже дьявол, демон, неважно. Ну да, что-то там было такое. Это же что-то такое, то что наше доброе, теплое, родное. Планетное. Планетяне. Нет, планетяне вот когда пролетели, это было, конечно, забавно. Я два раза наблюдал. Но? Да. В виде точки. Но один раз я наблюдал в одиночестве, поэтому у меня нет доказательств объективных. Один раз мы наблюдали втроем, и мы ставили эксперименты, то есть наблюдали с разных точек. И потом сравнили ощущения и образы. И как бы они полностью соответствовали на сто процентов. Ну что там было? Значит, в февраль месяц, самые вот эти лютые морозы, товарищ покупает автомобиль. Где пойти кататься? Ну типа машина, что? Ага. Прокатимся. Куда? Медновской кладбище. Зимой. Потрясающе. Ночью. Там же красиво ночью. Медно? Медно. 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 Прям она вообще такая, такая, прям вообще такая. Как надо. Ах. Вот любили они делать вот красиво. Да. То есть различные декоративные элементы. Пусть она не ровненько, не гладенько. Но. Сейчас вот любой коттедж возьми, он ну какой-то не такой. А вот эти вот полукруги. Ну конечно мало чего сохранилось. То есть может быть и крыша была совершенно другая. Отливы. Ну вот, приехали туда. Как мы будем обходить каждое здание. Со всех сторон. Ну посмотрим, да. Что еще дупло такое. В общем мы значит уже погуляли по этому кладбищу. Выходим. Висит какая-то фигня. То есть некий объект культурного наследия летающий. То есть он летит, он в воздухе. Что, может так оставим здесь? Как он выглядел? Ты понимаешь, что нельзя было его увидеть. Мы видели только три цветных точки, которые совершали какие-то вращательные движения. То есть не как у вертолета, точки цветные, но они вот он летит. А именно вот по кругу. И то есть этот объект, его не было видно. Хотя была очень светлая ночь, лунная. Но то ли это шар, то ли это сфера. То есть это по ощущениям уже так. И вот он висел и вот он вращался. Ну мы посмотрели, ну может глюк, может там солнечные затмения, не затмения, а северное сияние. Может звездочки какие-то, ну фиг его знаем, может вертолет. Уезжаем. А он за нами и снижается, и за нами и снижается. То есть вот он уже, ну вот как вот эти деревья, вот он, но его не видно. То есть он как, ну он непрозрачный. То есть там что-то есть, но его не видно в ночи. Именно только вот эти огоньки. И чем ближе, тем они раздвигаются. То есть это не просто какая-то фигня, а вот он массивный объект. Мы доехали до Медного, Медного, длинная дорога через вот это, через поселок, деревню, да. Что сделаем? Мы девушку, мы втроем были вот парни, вот девушка и я. Мы ее высадили. Мороз, дубак, короче. Высадили, сами отъехали. Очень далеко, то есть, ну не знаю, как отсюда вот до этого может быть. Я поняла, решили отделаться малой кровью. Нет, почему? Все, было спокойно. Единственное, не было мысли достать телефон, пофоткать. Тогда еще это было достаточно давно, как бы с телефонами, ну хоть какой-то можно было снимок получить. Пойдемте, пока походим. А можно вопрос, вы знаете про этот флигель, да? Нет, мы не знаем про этот флигель, но я представляю, что это что-то очень такое, достаточно интересное, потому что сам объект полукруглый, это необычное решение. То есть не просто какая-то кирпичная квадратная коробка, а что-то делали, что-то задумывали. А вот назначение вот этого перехода вот длинного вот этого? Это оранжерея. Цветочная? Аааа, там на карте написано, что это была оранжерея. Ага. И судя по тому, как сделано основание, да? И вот здесь видите, то есть вот это все новодел. Все, что деревянная, крыша, это все полностью новодел, и нам не понять, как это было на самом деле тогда. Ага. Нежилые помещения, нежилой дом, да? Неизвестно. Я не могу сказать. Я вижу, что печные трубы – это новодел. То есть это вот уже, видимо, после революции, может быть, после войны это были какие-то жилые дома. Они тогда топили, если не было печей? Нет. Они другие были? Может быть, были другие печи, может быть, было какое-то паровое, пирамидивное отопление. То есть стояла какая-то отдельная печь, и она прогоняла там пар, воздух, воду. Могло и воздушное отопление сделать. Вот это все новодел. Ага. Спасибо, спасибо. Я вот смотрю тут. Ужны у них. Он закруглённый. Нет, потом у нас печенье заварено. Какие-то инцы. Вот так они какие-то. Вот мы деньги уже проверяем. Давай. 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 Давай.